Всем привет! Скоро Новый Год и Рождество, это значит, что пора украшать наши дома и готовиться к праздникам. В Италии Рождество отмечают раньше, чем у нас, соответственно и подготовка начинается раньше. Во многих магазинах с 1 октября вы уже можете купить новогодние игрушки и декорации. Сегодня я с вами буду делать веночек из веточек. Для меня самая большая была проблема найти ветки, которые мне понравятся. И вы никогда не угадаете, где же я их нашла. Па-бам! Когда я увидела эту метлу, я поняла, что это то, что мне нужно. Именно из этой метлы мы будем делать наш декор. Мне безумно понравились эти веточки, они правильного цвета, красивые очень и пластичные. Значит, что с ними будет работать легко. Рукоятку я также буду использовать в дальнейшем, возможно, для макраме, либо для какого-то другого вязания. Специально для веночков я ничего не покупала и буду использовать то, что у меня есть дома. Покрашенные маковые головки. Летний мой тосканский букет, который я сушила для запаха, но я думаю, что он пригодится. И разные сухие веточки, которые оставались у меня после букетов. Также я буду брать шелковые ленты, еще не знаю, какого цвета, будем смотреть по ходу действия. И есть у меня веревки-бечевки. Также я буду брать для основы живые ветки эвкалипта. С ними легче работать, чем с сухими, потому что у сухих осыпаются листочки. Вот, собственно, и все. Поехали! Не знаю, известна ли вам история веночков, но этимология слова «венок» берет свое начало от старославянского слова «вено», что означает «дар». В народных традициях был ритуальный предмет, оберег или элемент убранства. В Греции венками из лавра награждали победителей в спортивных или музыкальных соревнованиях. В Римской империи венки из дуба получали за военные заслуги. Позже начали отливать короны из металла. И именно с итальянского языка корона переводится как «венок». У славян были распространены традиции с использованием венка как обереги для дома, для защиты от нечистых сил, или как элемент свадебного или праздничного костюма, где каждый цветок имел свое значение. Существовали также жатвенные венки, как символ окончания жатвы и сбора урожая. Хранился он в доме до следующей осени для передачи силы плодородия. Рождественский венок был введен в рождественские традиции гамбургским лютеранским теологом в XIX веке. Это был венок с четырьмя свечами, символизирующий земной шар, а четыре свечи означали стороны света. Круг – символ вечной жизни, зелень – цвет жизни, свечи – свет, который осветит мир и Рождество. Мои веночки получились чем-то средним из вышеперечисленных, так как эвкалипт я взяла как символ здоровья, пшеница и мак – как знак плодородия и достатка, хлопок – символ уюта и легкости, шелковая розовая лента – как чистота помыслов, добра и любви. На самом деле никаких конкретных правил по плетению венков не существует. В каждой культуре и народной традиции есть свои нюансы. Поэтому мой совет – берите те материалы, которые вам нравятся. Для кого-то важна эстетическая сторона, для кого-то смысл. В любом случае приступайте к работе с любовью и настроением. Потом эта вещь будет радовать вас хорошими эмоциями и наполнять ваш дом доброй энергией. Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, чтобы проверить подлинность шелка, вам достаточно взять пару ниточек из ленты или кусочек ткани и поджечь. Натуральный шелк не горит и имеет запах сженого волоса или шерсти. Сгоревший комочек легко растирается в пепел, а если остается твердый черный шарик, знайте, это синтетика. Очень классный лайфхак – использовать для глажки лент утюжок для волос. Очень легко, быстро и просто. Самое главное – удобно. Субтитры создавал DimaTorzok Мне скажете, да-да, откуда же у нас бамбуковые мёслы, например. А я вам скажу, что я провела эксперимент и замочила обычные ветки. У меня была высушенная ветка, которую я купила в спальню, на стену. И от неё остались маленькие веточки, вот такие, но они очень легко ломались, с ними ничего нельзя было сделать. В общем, я провела эксперимент. Закинула ветки, залила водой горячей и оставила на ночь. У меня эксперимент получился классно. Смотрите, что с веткой происходит. И получается офигительные веночки. Так что имейте в виду. И у нас получается вот такой веночек. Где-то, конечно же, трескаются ветки, потому что, видимо, для толстых веток 12 часов это мало. Но, тем не менее, принцип вы поняли. Если сильно толстые ветки, замачивайте надольше. Либо подбирайте какие-то тоненькие веточки. В общем, всем веночков!